Добрый день! Мы с вами снова встречаемся в зуме нашей хим-руты, где каждый рассказывает немножко о прошлом недельном разделе. В данном случае мы будем говорить о недельном разделе Бог. В нем есть очень много интересных тем, правда, но я хотела вернуться немножко и сделать некоторые обобщения казни, которые завершаются в этом самом разделе. Я не очень длинное буду делать выступление. Я хотела еще раз вернуться к подходу Рава Бройера, не останавливаясь конкретно, не разбирая конкретных текстов, поскольку в отношении всех казней это очень длинный был бы разбор и подробный, интересный, может быть, но не очень подходящий для наших рамок. Тем не менее, я хотела снова вернуться к этому интересному подходу, в соответствии с которым во многих очень текстах книги Берешит и во многих текстах вообще Хумаша у нас встречаются отдельные куски, в которых рассказывается о божественном управлении мира с разных сторон. Под разными именами подразумеваются различные типы управления. Мы, как люди, ощущаем это управление по-разному. Но есть еще и куски, и мы видели это раньше, например, в сне Якова и в других отрывках, в которых эти управления совмещаются, они идут совместно. То есть, как во сне Якова, у него был контакт и с богом, творцом, который подразумевается под именем Элоким. Спасибо. И так и богом, того, кого мы называем Ганшем, то есть богом, который скрыт за всем, за природой, с одной стороны, а с другой стороны, управляет всем. Даже с этой точки зрения нет такого понятия природа, который продвигает мир к конечной цели. И за которую мы не всегда понимаем управление имени Ганшем, но это то, о чем говорил Натан несколько уроков назад, об именах. Это имя, которое соответствует избавлению, потому что избавление, оно, в принципе, общее избавление, это конечное цель творения. И в каждом избавлении, которое происходит в мире, проявляется вот это имя Ганшем. Кроме того, есть еще одно имя, про которое мы читали, имя, которое называется Шадарь. Это имя творца, который открывался нашим братцем. Это тот, кто говорил с ним. И это имя связано с одной стороны творец, но творец, который все время поддерживает свое творение. Немножко в другом аспекте это выражается. Что у нас происходит с казнью? Когда Раф Брой разбирает разные казни, он показывает нам, что в разных казнях проявляются различные аспекты управления миром, различные, которые соответствуют различным именам Бога. И есть казни, в которых только один как бы аспект проявляется, есть казни, в которых проявляется два, есть в которых проявляются все три. Каким образом Раф Брой распознает эти различные аспекты? Так, например, он говорит, что когда Бог действует в аспекте Луки, он действует через посланцев и через посланцев посланцев. Он не совершает действия опосредственно. Это не то, что сказано, когда я пройду, и я сам, я не ангел, я не посланник и так далее. То, что мы говорим в паскальной агате. Когда Бог действует сам, это аспект Машем. А когда через посланцев или через посланцев посланцев, это аспект Луки. И когда мы видим, что действие совершается с помощью какого-то человека конкретного, или Машем, или Аарона, то это явно уже относится к аспекту Луки, или это аспект Творца, или это аспект Бога Творца, который открывался правомцам в Дольщи-Шедане. И Рамбровис для этого так. Когда действие совершает Аарон, Аарон, собственно, он посланник Машем, а Машем – посланник Всевышнего. И тогда это действие в аспекте Шедай. А когда действие совершает Машем, то тогда это действие в аспекте Творца, то есть Луки. А когда действие совершает Машем, это уже более отдаленное от непосредственного управления, которое происходит в мире, которое связано с наградой на Тазане. Это все аспекты Луки, а Машем уже ближе к цели творения, но тем не менее это все еще действие через посредников, а не непосредственно Всевышним. И тогда это действие в аспекте Шедай. И то, что мы видим в этих действиях, во-первых, в них присутствует какое-то явное чудо. Да, в тех случаях, когда происходит действие в аспекте Луки, когда это делает Творец, от имени Творца кто-то совершает, мы видим явное чудо. И мы видим преобразование материи. То есть Луки, Творец, который создает материю, он же ее может преобразовать, например, кровь. Вода превращается в кровь. Или бросают они землю, она превращается в овши. И так далее, и так далее. То есть тогда, когда у нас есть явное чудо какое-то, когда у нас идет речь или об аспекте Луки, это делает Арон, или об аспекте Шедай, когда это делает Машем. И в этом случае необязательно предупреждение, потому что все видят, что здесь что-то происходит, видят действие и видят его последствия. В тех же случаях, когда у нас есть предупреждение, это знак того, что на самом деле то, что произойдет, имеет некоторое полнеприродное объяснение. Мы могли бы сказать, что это явление природы. Вот так случилось. И поэтому необходимо предупреждение, чтобы мы поняли, что это не явление природы, что это действие Бога, что Он этим подает нам какой-то знак. Это довольно сложное рассуждение. И особенно оно усложняется тем, что есть несколько казней, в которых совмещаются два, иногда даже три аспекта. Но, например, вот в казни сранчу. С одной стороны, там есть предупреждение. А с другой стороны, это казнь осуществляет Моисей, он, как там сказано, воздевает свои руки. Так, секунду. Сранчу. Возделан свои руки, да? И простер Моше посох свой на землю египетскую, и Господь навел восточный ветер на землю. То есть мы неожиданно видим тут соединение двух аспектов. С одной стороны, мы говорили, что когда человек совершает чудо, это проявление или люки, или шадай. С другой стороны, мы видим, что тут начинают участвовать Господь. Он действует через силы природы, как бы стоя за ними и управляя ими, и вообще при этом как бы природы не существует, а есть его действия. Он наводит восточный ветер. И то же самое при прекращении казни. Господь прекращает этот ветер и прекращается сранча. То есть тут явным образом складываются два разных управления. И надо сказать, что это очень важное соображение, мне кажется, в нашем размышлении о нашей жизни. Потому что мы всегда пытаемся ухватиться за что-то конкретное. Что конкретно происходит со мной? Это награда или это наказание? Это мне или это вещь непостижимая, которая запланирована там Всевышним в соответствии с какими-то его личными планами. И мы не задумываемся, что иногда в одном действии все складывается вместе. То, что я еще хотела сказать, что вообще говоря, все эти казни, они вызывают большой вопрос. Зачем Всевышнему наказывать вообще людей? Зачем им наказывать злодеев? Нам очевидно, что он не хочет никому мстить. Это мы говорим и в молитвах наших на нетрепетах. Потому что Всевышний не хочет смерти грешника, а хочет, чтобы он раскаялся и жил. То есть одним из желаний, одной из целей наказания является то, чтобы человек осознал свои плохие поступки и раскаялся. Чтобы он то, что происходит с ним, воспринял как какой-то знак. В принципе, нужно отказаться от идеи того, что наказание – это самоцель. И в этом смысле интересно обратиться к Медрошу, который вообще говорит о смысле того, что со мной происходит, о смысле испытаний. Мы знаем, что наших прадцев Всевышний испытывал, было у них много испытаний. И часто комментаторы спорят между собой. Один говорит, это Аврааму было наказание за то, что он заключил союз с Савиме-Мелехом, неважно. А другой говорит, нет, это было испытание, никакого наказания здесь не было, никакого греха здесь не было. На самом деле это совершенно несущественный вопрос. Надо спрашивать, и мне кажется, я не могу сказать, что вопрос не существенный. Если такие комментаторы, как Радж и Рамбам об этом спорят, то очень существенно. И оба мнения очень важны. Но когда мы говорим о том, что случается с человеком, приходят на него какие-то тяжелые испытания. И если он не видит за собой большой вины, то же самое мы видим на примере наших прадцев. Они были праведники. Зачем праведникам испытаний? Для чего это нужно? Когда мы смотрим на свою жизнь, это для нас может прояснить очень много Медрас Танхумов, который говорит о том, приводит три примера, когда размышляет о том, для чего нужны испытания. Первый пример он говорит, что тот, кто делает ткань из льна, какая технология? Они берут льняные стебли и бьют их так, что они становятся мягкими, потом из этого делают нитки и ткань. И Медраш говорит, какой льон человек бьет сильно, хороший, потому что чем больше его бьют, тем он лучше становится. А если плохой, то он растреплется и ничего хорошего из него не выйдет. Второй пример. Я потом вернусь к смыслам этого Медраша. Можно самим подумать потом. Второй пример – это горшечники. Он продает свои горшки на базаре и стучит по горшкам. И по хорошим горшкам он стучит, а по плохим нет, потому что он треснуть может. Он для того, чтобы показать всем, какие горшки хорошие. И последний пример – это пахарь, которая для того, чтобы пахать тяжелую землю, он выбирает сильного вала, а не слабого вала. Потому что слабый волк не в состоянии сделать работу нужную. Первый пример поразительный нам кажется, ну зачем, зачем действительно получается, что для того, чтобы человек улучшился, чтобы он проявил весь свой потенциал, ему нужны тяжелые испытания. Но на самом деле это довольно понятная вещь, не проделав над собой какую-то работу, которую вынуждает нас в всякие сложные обстоятельства. И мы не можем продвинуться. Иногда человеку нужно пройти очень тяжелый путь для того, чтобы измениться, для того, чтобы увидеть мир во всем его объеме, для того, чтобы изменить свой характер. И, например, евреи, то, что они были рабами в земле египетской, это поменяло психологию народа во многих отношениях, в их отношениях к иноземцам. Потому что все нам сказано, помни, что вы были рабами в земле египетской. Нет, не обижай пришельца. То есть жизненный опыт, тяжелые какие-то испытания, они позитивно влияют на человека. Так Всевышний устроил мир. Второй пример, он более простой. У тебя стучат, это, в общем, не так болезненно, как тебя бьют. Ты должен продемонстрировать всему миру, что ты сильный. Ты становишься, в этом случае не сим, да, чудеса, они, их можно интерпретировать или объяснять, как Несс. Несс – это не только чудо, это еще и флаг, знамя, да, которое показывает всему миру, что вот такие праведники существуют, что они в состоянии справиться с тяжелыми обстоятельствами, что они в состоянии понять, что в мире есть божественная воля, что все, что происходит здесь, это ради конечной цели. И они готовы многое переносить ради этого. И последний пример, когда говорится о Валах, то реально, действительно, тот, кто должен делать работу в служении Всевышнему, это тот, у кого есть силы. И когда у тебя есть силы, то на тебя накладывают больше обязанностей. Тут у нас тоже есть три примера. Я не вижу прямо, как можно это соединить с тремя путями управления, но, возможно, есть такое соединение. Может быть, как-то это можно установить, какую-то параллель. Тем не менее, то, что я хочу сказать, что так же, как мы видим в разных управлениях мира, миром Всевышним, что они иногда соединяются между собой. И можно видеть разные аспекты в каком-то конкретном действии или в каком-то конкретном испытании или наказании. Также, естественно, и здесь, в каждом испытании, которое приходит к нам в жизни, можно увидеть разные стороны. И все они, в общем-то, приводят к нас в мысли, что за всем этим стоит божественная воля, и человек так или иначе должен принимать его и делать свою работу. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть вопросы, замечания, комментарии? Андрей, пожалуйста. Кем в этой истории является фараон и египетский народ? Получается, плохим горшком, который не мог вместить в себя свет и разбить? Да, наверное, возможно, но я не делаю далеко идущих выводов. Но поскольку, безусловно, одним из целей вот этих испытаний или наказаний это было направить и Египет в направление раскаяния, в направление признания Всевышнего. По-видимому, да, по-видимому, это получился недостаточно сильный бол или плохой горшок, или не очень хороший лен. Нет, ну, били ты его крепко как раз. Да, ну, как лен, допустим. Да, плохой лен, как говорит Медрэш, он в результате не становится мягче и пригоднее для ткани, а разваливается. То есть он мне не, ну, это тоже то, что мы учили у Рава Шерки с вами, да, то, что он считал, что очень одной из целей этих самых казней было и повлиять на Египет, хотя Всевышний и знал, видимо, заранее, что Египет не сможет не проникнуться. Ну, такая возможность у него была, ну, и дальше уже можете считать это горшком или льном, или валом, который не сделал свою работу. Если народ молчит, то у меня маленькое такое замечание, вот я вспоминаю, то, что мы в прошлые разы, я уже говорил, по-моему, это Ханан Парата было, сейчас не помню, а он цитировал, как бы идея была такая, что наказание злодеев заключается в том, что в какой-то момент у него отбирают возможность измениться, как машина, которая как бы под откос идет в какой-то момент. Ну, это общая идея, она действительно так встречается во многих комментариях, ну, так, что Бог как бы лишает свободы воли человека. Секунду, ну, я только заканчиваю вопрос, а Сабаба, мы можем привести примеры из знакомой нам истории, да, не перечисляя, как бы, суперзлодеев или просто злодеев, которых мы знаем, да, действительно такое ощущение, человек входит в какой-то стоппер, и, в общем, он не может из этого выйти. Но, как бы, вопрос, почему все окружение этого, то есть, ну, как бы, злодей наказан, окей, заказан тем, что он не может вернуться, хорошо. Но, как бы, на мой взгляд, огромный вопрос, но все остальное человечество, которое связано с действиями этого злодея, оно терпит или просто мучения, либо колоссальные мучения, либо катастрофические мучения. Ну, и, как бы, по-моему, это какой-то очень, как бы, ну, мелкий отбив, ну, хорошо, ну, злодей будет наказан по полной, почему? Потому что он не сделал, как бы, дшуу. Хорошо, а то, что десять, десятки, сотни, тысячи, миллионы людей погибают, что из-за того, что у него, как бы, отобрали дшуу, мне не очень понятен, как бы, это. Натан, возможно, это как раз один из хороших примеров того, что в каждом действии есть смешано несколько управлений. То есть то, о чем ты говоришь, это управление Луки, награды и наказание. Человек заслужил такое наказание, мы не дадим ему раскаяния. Опять же, этот вопрос я в прошлый раз как раз разбирала, мне кажется, важным, что это значит, что у него действительно вмешали своего душу и не дали ему совершить раскаяние, или обстоятельства так сложились, что он уже не мог, он уже зашел так далеко, по той дороге, которой, как говорит Талмуд, по той дороге, которой человек идет, ему дают идти, его не останавливают, Бог не останавливает. Но это, с одной стороны, в любом случае, а с другой стороны, есть некий глобальный план. Из-за этого плана, да, евреи должны были, как народ, идти в Египет и терпеть там страшные мучения в рабстве, они там погибали и страдали, и все такое. Нам трудно судить об этом в мерках награды и наказания. Это невозможно. Мы обязаны судить об этом в смысле глобальных планов Всевышнего, которых мы не все понимаем. И во многих случаях это смешано. Я помню такую фразу, она довольно жесткая, но мне на свое время как бы запало в душу. Мне кажется, я даже слышал ее где-то от стариков на Архиповке, не знаю. В общем, это очень давно сидит у меня в голове, она жесткая, я предупреждаю, но мне как-то она отвечает как бы моему настрою. А фраза звучит типа того, что в нормальной, как бы, ну в обычной человеческой жизни человек должен поступать так, как будто Бога нет. То есть это вообще соответствует русскому на Бога надеясь сам не плашай, но так в банальном варианте, да. Но идея такая, что человек живет так, как будто нет ничего, кто может за него что-то решить. Все на нем, 100% все на нем. И когда все 100% на нем, но при этом он, естественно, понимает, что есть еще 100%, которые не на нем. Но вот как бы общее рассуждение о предназначении, о том, о сем, пятом, девятом, они снимают эти 100%. Человек может в любой момент сказать, я не могу или не буду делать, причем, потому что у меня предназначение вот быть таким-то или таким-то. Но в каком-то смысле... Я не понял, я не поняла, Натан, я не поняла. Мне очень близко, мне очень близко вот такая жесткая постановка вопросов. В чем здесь предназначение? Я могу сказать, что мое предназначение быть под лицом? Как это странно. Человек, человек. Мы как бы обсуждали это на одной ноге, да, но я не хочу уводить это, даже в чате было. Например, вопрос о том, человек должен уходить, не должен уходить. Какие-то реальные действия. Человек всегда может сказать, я не буду этого делать, почему? Ну, потому что мне так предназначено, мне выпало, например, мне выпало быть А, а не быть Б. Поэтому я не хочу меняться, чтобы стать Б, потому что такое у меня предназначение. В таком случае, мне кажется... Слушай, это выбор, это тот раз то, о чем ты говоришь, это личный выбор человека. Он выбирает быть хорошим или быть плохим, жениться на блондинке или жениться на брюнетке. Он выбирает быть ему евреем или делать гиур и оставаться Бен-нох. Это его выбор, это его личный путь. Тут нет вопроса... Это не то предназначение, о котором я говорю. То, что планирует Всевышний, от нас скрыто. Мы не можем понять пути истории, например. Это то, что я говорю. Человек не может сказать, что я знаю, что мне Всевышний предназначен. Это не реально. Я не думаю, что это было бы правильно. Он может сказать, я так чувствую, у меня такое ощущение. Я думаю, я не знаю, что от меня Всевышний хочет, но мне так кажется. Но в качестве, так сказать, аргумента, что это мне предназначено Богом, это не работает. Это выбор каждого конкретного человека. Личный выбор, он выбирает из того, что если он не преступник, если он не делает звали, то это его выбор. Окей. Ну, хорошо. Кто-то что-то хочет сказать, либо мы перейдем к следующему докладчику. Натан, если можно, хотел бы. Почему нет? Но, Гриш, с удовольствием. Тоже мысль такая грустная, в связи с тем, что ты сейчас сказал. Вот, например, мне, да, наверное, всем, почему так нравится вообще идея Бога, что привлекательно. То, что вроде бы тогда мир представляет собой не хаос. В мире есть какая-то система, так сказать, что что-то из чего-то вытекает, что-то за что-то там и так далее. Вот, но если мы эту систему в принципе не можем понять, разве это не то же самое, как если бы это просто был хаос? Нет, нет, мы не можем ее понять до конца, мы не можем ее понять в сегодняшнем дне, но мы можем ее поднять, например, задним числом. Это то, что от смысла истории, например, и так далее. Это то, что Бог сказал Моисею, лица моего ты не увидишь. Ну, а сейчас включай один из комментариев к этому, а увидишь меня задним. То есть ты можешь, задним числом можешь понять, что в твоей жизни было для чего. Но не все, конечно. То, что какие-то вещи понять можно, иначе был бы действительно хаос. И в своей личной жизни, и в истории, но не все. Есть вещи, которые непостижимы. Это, во всяком случае, на нашем уровне, на нашем моменте истории. Ну, я не хочу далеко от этого уходить, но есть и медрашины на эту тему. Про Аравия Киева, например, и Моше. При случае расскажите. Я решусь сказать, Гриш, если можно, что вот такое тоже жесткую вещь. Я прошу прощения, если я задеваю чьи-то чувства. Но у меня вообще такое давно сложилось впечатление, что в каком-то смысле жизни людей, ну, скажем так, нерелигиозных, я хочу сказать, неверующих, трудно встретить человека, который как бы серьезно предполагает, что как бы проме костей, кожи и всего, больше как бы ничего нет. То есть, как бы совершенно грубо, 100% атеист. Но вообще человеку нерелигиозному, скажем так, мне кажется, по жизни ему гораздо проще. У него нет вот этой вот дилеммы, которую ты правильно сказал, которая в каком-то смысле она отдает, скотч назови лицемерием, как угодно, понимаешь? И мы это слышим все время, когда падают ракеты, например, на страну, не дай бог. То есть люди, которые говорят, самое главное читать Таилим. Вот у нас сейчас есть проблема, например, с Харидином, не раскапывая эту тему. Они говорят, нам не нужна ни армия, ничего. Мы, все государство Израиль, оно из-за наших молитв. Понимаешь? И нормальный человек в нем начинает бунтовать все, потому что он чувствует, что в этом есть какой-то лицемерие. Это неправда. Окей? Ну, вообще, мне кажется, не стоит сейчас поднимать этот вопрос. Да, окей. Все непростые. Хотите, давайте так в нем тебя обсудим. Кто остался? Можно еще? У меня очень много подходов. Можно еще один вопрос? Получите голос. Да, привет, привет, дорогой, привет. Здравствуй, здравствуй, Натан. Привет, привет, мы тебя слушаем. Очень приятно вас всех видеть. Сегодня выходной не работает, так вот мог подключиться. Нам тоже приятно. Я просто, у меня вопрос вот как раз по поводу тоже как бы продолжения или не продолжения. Вот этот, после разрушения второго храма, вот этот, ну как бы после первого изгнания не были такие долгие, а вот это последнее, почти 2000 лет, вот это как-то меня тоже задевает, почему Господь настолько долго выслал, как бы уже казалось, все, ничего не будет, уже все останется. Ну, то есть как бы будто уже его все обещания не выполнятся. Вот как вы думаете, или как вы смотрите на то, что этот период такой был, был долгий, или ответа нету на это, наверное, почему так долго все длилось, почти 2000 лет, пока евреи опять собрались в свое государство. И столько всего произошло, да. То есть, насколько я понимаю, твой вопрос такой, это вопрос к людям или к Богу? Наверное, к боям. Может быть, кто-то понимает. Может, у кого-то есть какие-то соображения, я не знаю. Это сложно. Он спрашивает, какие-то люди. А вот в ответ, например, я просто хотел спросить, а может, ответ все-таки есть или в Санахе, или в Торе? Почему так долго вот это передать? Эмиль хочет ответить, по-моему. Эмиль, мы вас слушаем. Эмиль хочет ответить. Это тысячелетие, как одна секунда. То есть, что ваше время такое, вы видите, так много, вам кажется, что это долго, и вы живете долго и много. Для него это фактически почти ничего. То есть, для него тысячелетие, это совсем другое понимание восприятия времени. Понимаете? То есть, вам кажется, что это долго было и много. На самом деле, это мгновение. Даже если вы посмотрите каких-то астрономических подходов, да, ну что такое эти там 2000 лет, вы понимаете? Когда речь идет о миллиардах, да, пока это все, да, то же самое, да. То есть, это масштабы, вот, так они и воспринимаются просто нами. Вот, это наше. Ну, вопрос именно Эмиль, Эмиль, вопрос про наше восприятие. Зачем ты нас так долго в нашем восприятии? Это вопрос. Я согласна совершенно с вами про перспективы, масштабы и так далее. Да, прошло очень много, произошло очень много интересного, ничего не прошло даром, понимаете? Так что это время наполнено до отказа. Каждая эпоха дала и великих ученых, и великие испытания, и все это был очень длительный путь. И, к сожалению... И философов, и переосмысление законов, и продвижение. Все это не новое. Это испытание, которое должен был пройти еврейский народ, очевидно. То есть, для того, чтобы, так сказать, попытаться что-то как-то образумиться, так мне кажется. Спасибо, Эмиль. Надо подумать об этом еще, это непростой вопрос. Ну, хорошо, мы будем продолжать думать. Наша основная идея – это подвинуть людей, значит, думать. Ну, как бы они и так по жизни думают. Мы в этом не сомневаемся. Мы как бы некоторые триггеры, да? Давайте продолжим, да? Окей. Ну, хорошо. Дорогой доктор Линец и Андрей, вы разыгрываете NND, называется. Кто будет сейчас выступать? Мне все равно, я готов. Окей, хорошо. Назвался доктором Линецом, пожалуйста. Все. Так. Значит, я хочу поговорить вот о чем. В предыдущем разделе и в этом разделе мы встречаемся с некоторым уникальным. явлением. Значит, до сих пор Всевышний разговаривал или со всей Вселенной, вот, Вайомиро Шем и Е Ор, да? Стал Ор. Или после этого Всевышний разговаривал с особо выделенными людьми. Значит, вот он там с Нохом говорил, с Авраамом говорил и так далее, и так далее. Ну, еще один раз Всевышний обратился ко всему человечеству разум, когда устроил всемирный потоп. Ну, не то чтобы обратился, а просто вот очень разозрился на все человечество. В книге Шмот, вот, в предыдущем разделе и в этом разделе общение Всевышнего с его созданиями выходит на новый уровень. Всевышний обращается на национальном уровне к определенному народу. Причем, как это ни странно выглядит, раскрытие Всевышнего на национальном уровне, во-первых, произошло для египтян. Откуда мы это знаем в предыдущем разделе и узнают египтяне, что я Ашем. Вот раскрытие Всевышнего для египтян, оно происходит в такой нетривиальной форме, в форме казни египетских. И только несколько позже, уже под конец казни, Всевышний хочет раскрыться перед евреями. Где это начинается? Вообще, в полной мере это произойдет у горы Синай. Но еще в Египте Всевышний обращается к Маше и говорит о всей общине Израиля, что вот я, Ашем, велю вам всем сделать то-то и то-то. И что же велит Всевышний нам сделать? Вообще говоря, в Египте, мы, хотя говорят, что еврейский народ родился в Египте, но до родов на самом деле еще далеко. Вот, как говорил Пинхас Полонский, вот когда море раступилось, то это некий эквивалент того, что при родах отходят воды, да, и появляется младенец. Вот еврейский народ родился в момент исхода. В самом Египте, строго говоря, народом мы не были. И это особенность любого рабства. Не дать людям осознать себя как народ. Самыми разными способами. Значит, но главный способ – это атомизация людей, да. Значит, вот чего больше всего в свое время боялись в советской стране, да. Мы все здесь, ну или по крайней мере большинство тех, кто родился и вырос при СССРе, при коммунистическом фараоне. И вот если вы помните, чего больше всего опасалась советская страна – всяких неформальных объединений людей. Вот не дай бог, чтобы люди по самым разным способам там как-то не объединились, не структурировались, не превратились в какую-то более мощную структуру, чем просто отдельные атомизированные люди. Пусть лучше он вот живет сам по себе в своей хрущевочке, борется за жизнь, вот за каждодневную еду, но ни в коем случае не произойдет объединения. Так вот, первое указание Всевышнего еврейскому народу было направлено на общую цель вот из этой атомизированной толпы рабов попытаться сделать, а еще не народ, хотя бы какой-то зародыш народа. И для вот этого вот, для этой цели, подготовка к рождению народа, нам были даны две национальных заповеди. Ну, как мы помним, вообще говоря, заповеди Всевышнего получали еще наши праотцы, да? Значит, Авраам получил заповедь идти в Эрицисраэль, потом он получил заповедь обрезания и так дальше. Но эти заповеди были заповедями на индивидуальном уровне. Вот каждый человек сам по себе должен сделать обрезание, примерно. Каждый мужчина, естественно. Здесь даются первые две заповеди, которые, в принципе, могут исполняться только на национальном уровне. Они даны всему народу для всеобщего исполнения. Первая заповедь – это календарь, и вторая заповедь – это карбан-песах. И обе заповеди даны в нашем недельном разделе БО. Где заповедь-календарь? Этот месяц для вас – начало месяцев. Декларируется вот такая линейная шкала времени, что от первого Ниссана и дальше пошел весь год. Вообще говоря, заповедь календаря, какая-то специальная структура календаря, специальное устройство календаря, оно всегда имеет место быть при тех или иных революционных преобразованиях. Ну, я вам напомню, что, скажем, когда произошло разделение западной и восточной церкви христианской, то одним из знаков этого разделения, вот принципиально, это было разделение юлианского и грегорианского календаря. Календаря, вот то, что в России мы потом говорили по старому счету, по новому счету, да, календарь принципиально разделился, следом за какими-то идеологическими аспектами этого разделения. Другой пример – Великая Французская революция, когда, помимо того, что там королю отрубили голову и вместо королевской власти образовался конвент, значит, какие-то другие социальные, политические изменения. Но на уровне вот таком обыденном это было закреплено в революционном календаре. Естественно, что первый год революции – это был 1789, да, вот отсюда пошел весь отсчет времени, и даже все месяцы года были наименованы по-другому. Нам уже не нравится, что есть какой-то июль-август, всех этих римских царей мы игнорируем, у нас будет Лореаль, Флореаль и так далее. Но от Великой Французской революции недалеко ушли и большевики, и те из вас, кто постарше будет, я это очень хорошо помню, на отрывных календарях, которые висели в советских квартирах, значит, было написано, допустим, 15 января, 58-й год Великой Октябрьской социалистической революции. И вместо праздников, которые праздновали при царском прижиме, мы праздновали 1 мая, 7 ноября, День Парижской коммуны, ну и так далее. То есть вот на обыденном таком уровне революционные преобразования были закреплены революционным календарем. Но вот эта вот заповедь «этот месяц для вас с начала месяцев» несет еще один важнейший аспект. Дело в том, что египетское время было принципиально цикличным. Года отсчитывались, но они отсчитывались от начала царства того или иного фараона. То есть человек не мог сказать, что там, мне 45 лет. Человек мог сказать, я родился на третий год царствования фараона Аминхотепа. Когда вместо Аминхотепа приходит Рамзес, счет обнуляется и начинается счет лет от воцарения Рамзеса. Там первого, второго и так далее. И вообще представление египтяна о времени было цикличным. Все ходит по кругу. Солнце встает, солнце заходит примерно в одном и том же месте, благо Египет близко к экватору. Значит, Нил поднимается, Нил опускается, так сказать. Все процессы идут циклично. И еврейский календарь вырывает евреев из этой замкнутой цикличности. Этот месяц для вас начало месяцев. Время линейно. Мы движемся вперед. У нас есть цель движения. Тот фараон или другой фараон, нам не важно, у нас есть направление и цель движения. Это два слова о заповеди календарь. А теперь вторая национальная заповедь – Карбан-Песах. Что сказано в Торе, кстати, я не показал, еще раз показываю. Всем напоминаю, что я пользуюсь вот этой вот белой книгой, изданием «Новый перевод и комментарий к Торе», который всем рекомендую. Значит, что сказано насчет заповеди Карбан-Песах? Сказано, в десятый день этого месяца, какого? Ниссана, да? То есть еще за четыре дня до будущего исхода возьмите себе ягненка. Возьмите себе ягненка и храните его до дня 14-го. А в день 14-й ягненка надо зарезать и съесть запеченным на огне. Значит, если нам были даны вот две эти заповеди, я прошу отметить, что заповеди, ну, на первый взгляд, может быть, не самые главные. Мы потом, чуть позже, да, получим гораздо более серьезные заповеди. Заповедь Шаббат, да, которая, так сказать, сопровождает нас всю жизнь. Вот если Карбан-Песах раз в году, то заповедь Шаббат каждую неделю. Мы получим заповедь чтения Шма утром и вечером. Мы получим заповедь уничтожить все объекты идолопоклонства и так далее, и так далее. Заповедей будет много, но вот эти две национальных заповеди мы получаем раньше всего. Еще в Египте, еще только при подготовке к выходу. И поэтому я попытаюсь найти какие-то, не то чтобы общие свойства этих двух заповедей, но общие цели этих двух заповедей. Вот, казалось бы, календарь и Карбан-Песах, да, но у них есть нечто общее. И первое, на что мы обратим внимание в заповеди Карбан-Песах, что это заповедь, которая позволяет начать структурирование народа. Я обращаю ваше внимание, как сказано, рассчитайтесь по семьям. И если у вас семья слишком маленькая для того, чтобы съесть ягненка за раз целиком, объединитесь с семьей соседа по ягненку. Да, вот сколько нужно человек, чтобы за один присест съесть ягненок. Дело в том, что я уже сказал, что рабское состояние с точки зрения психологии – это атомизация людей. Более того, как мы знаем из Медрашей, в Египте, скажем, мужчин угоняли на тяжелые физические работы, там, строить пирамиды, города запасов и так далее. Женщины оставались где-то, то есть разрывались семейные связи. Так вот, Карбан Песах, первое его предназначение, о чем нам говорит Тора – восстановить семейные связи, разобраться по семьям. И вот этот вот принцип, который мы потом в советской стране слышали на уроках научного коммунизма – семья – ячейка общества. Надо восстановить вот эти ячейки, разрушенные рабством. Это первое. Если не будет структуры какой-то, то народ не сможет появиться. И после вот этой самой разбора по семьям, восстановили первичную ячейку общества, дальше делается шаг к созданию первых общин, то есть вот неких соседских агломераций. Вот у меня семья шесть человек, у соседа семья четыре человека, у другого соседа семья еще пять человек. Вот мы объединяемся три семьи вместе, рассчитываемся на ягненка, да? То есть образуется такая община из нескольких семей, некая мы. Это момент номер один. Момент номер два. Это заповедь Карбан-Песах. Первая заповедь, данная на национальном уровне, данная всем, как мы видим, вот для создания структуры народа. Но она требует кое-что лично от каждого. Интересно отметить, что до сих пор Всевышний какие-то требования выдвигал только к Маше и Аарону. Идите к фараону, говорите там какие-то слова или подними свой посох, там ударь по речке или еще что-то сделай. И евреи сидели и смотрели, что происходит. И никакого абсолютно личного участия в том, что происходит, евреи не принимали. Ну, разве что, когда им сказали, загоните, уберите скот с полей, загоните их куда-то в хлевы, в конюшни и так далее. Они это, так сказать, сделали, подчинились этому указанию, благо, благодаря этому скот уцелел. Но, в принципе, никаких личных усилий никаким евреям не нужно было делать. Мы особо в следующем разделе будем говорить о первом национальном усилии. Там есть такой очень интересный момент, когда первое усилие надо было всем вместе сделать еще до перехода через море. Но это потом. А здесь от каждого требуется несколько вещей. Пункт первый. Притяните к себе ягненка от 10-го Несана. Говорит нам устная тара, что речь идет о том, что надо выбранного ягненка завести в дом и привязать к ножке кровати, чтобы он четыре дня находился в доме. Что за дела? Зачем? А вот зачем. Дело в том, что ягненок, вообще говоря, был одним из богов Египта. Бык, ягненок, крокодил, птица. Значит, это вот были разные, как это, не антропоморфные, а боги-животные в Древнем Египте. В частности, в Торе об этом написано, когда еще в предыдущей главе фараон говорит, ну какие проблемы? Приносите жертвы свои здесь, в Египте. Никаких проблем, у нас плюрализма. И не надо никуда уходить и отрывать народ от работы. На что Аарон отвечает ему, ага, мы начнем приносить жертвы, а египтяне нас побьют камнями. Почему? А потому что ягненок – это бог Египта. И если я режу египетского бога, то, очевидно, я нарываюсь, да? Так вот, я должен взять ягненка, привязать его в доме у себя и четыре дня держать в неестественном состоянии. Ягненку, естественно, где быть? Ну или в загоне ночью, допустим, или на пастбище, да? Здесь я его помещаю в неестественное состояние, и понятно, что ягненок будет возмущаться. И вот это вот его возмущение, которое будет весьма громогласным, оно будет слышно моим египетским соседям. И вообще говоря, это требует от меня большой смелости. Вашего бога, египтяне, я четыре дня мучаю, и он жалобно мякает, а вы как хотите. А я поступаю вот так, потому что мой бог так мне велел. Это личная смелость, личное решение человека. Но это еще не все. Дальше я должен ягненка зарезать 14-го Ниссана и его кровью маркировать притолоки дверей. То, что у нас сегодня на двери Мезуза. В память о крови ягненка, пучком травы и соп, я должен нанести знак на дверь. Это еще одно мое личное заявление. Уважаемые египтяне, вашего бога я с вашего позволения зарезал. И чтобы вы в этом не сомневались, вот его кровь у меня на двери. Я декларирую, что это еврейский дом, что я подчиняюсь Ашему, и вот кровь вашего бога на моей двери. Точка. И, наконец, последняя страшная вещь. Я этого ягненка буду запекать на открытом огне, и я его съем. То есть большего издевательства над египетским богом трудно придумать. Так вот, что особенного в запекании на открытом огне? А особенный запах. Знаете, когда вот в городке, где я живу, кто-то делает гриль на открытом огне, то запах этого гриля, в общем, за километр очень хорошо ощущается. Да, когда где-то там делают аляэш на огне. Так вот, если бы я этого ягненка зарезал, положил в кастрюлю там и сварил под крышкой, то это бы еще не так было заметно. Но тут я его режу, кровь на дверь, а его самого начинаю запекать на открытом огне. Это гарантия того, что запах разойдется далеко. И все египтяне будут знать, что эти евреи настолько осмелели, что режут наших богов и запекают их на огне. Ужас какой! Значит, и последнее. Что относится к Арбан-Песах? Про все жертвы Тора нам обычно говорит очень кратко. Значит, вот это пусть едят коэны и члены их семей, это пусть едят все израильтяне, это пусть едят те, кто, значит, там объединился для принесения этой жертвы. А вот про Арбан-Песах нам говорят очень специальную вещь. С мацой ешьте его. Не просто так нам его надо съесть, а съесть обязательно с мацой. Вопрос почему? Ну, есть много объяснений, почему мацат. Мне очень нравится такое объяснение. Дело в том, что дрожжевой хлеб это было одно из величайших изобретений именно египетской цивилизации. Значит, изобретение дрожжевого хлеба позволило делать запасы готовой еды, позволило сушить сухари, соответственно, брать с собой запасы в путешествия. И так далее. И вся египетская цивилизация, от хлеба до пива, она жила на использовании дрожжей. И это тот вклад, который египтяне внесли во всемирную цивилизацию. И мы до сих пор пользуемся дрожжевым хлебом, пивом и массой других продуктов. Уходя из Египта, мы, ну, кстати, я здесь отмечу так, мельком в кавычках, не углубляясь, что про мацу нам сказано дважды. Один раз, что с мацой ешьте ягненка, а второй раз, что семь дней ешьте мацу и не покажется квасное в пределах ваших. Вот это разные заповеди. То, что я сейчас говорю о отказе от дрожжевого хлеба, отказе временном, конечно, мы не собираемся всю жизнь жить без хлеба. Мы будем использовать дрожжевой хлеб, но мы демонстрируем свой разрыв с египетской цивилизацией. Вот семь дней мы будем жить без этого достижения. А потом мы его используем. Но используем по-еврейски. Мы будем делать халы на шаббат, мы будем приносить лепешки на жертвенник и так далее. Мы будем делать массу всяких вещей с хлебом. Но мы продемонстрировали, что вообще говоря, мы другие, мы не такие, как египтяне. И мы на неделю от их главных достижений отказываемся. Хорошо. А вот теперь говорят, что у мацы есть еще один аспект. И вышли мы из Египта с поспешностью, так что даже не успело тесто закваситься, и понесли мы квашни наши завернутые в одежде на плечах наших. Но тут есть особо отдельный аспект, когда вы понесли квашни и на следующий день из этого теста начали выпекать хлеб. Будет ли он хлебом или будет он мацой? Шейла, потому что прошло совсем не 18 минут, если вы понесли тесто в квашнях, мы же только потом испекли его мацой. И тут есть очень много интересных моментов. В частности, как же так? Мы знали за две недели дату исхода, мы за четыре дня приготовили ягненка, и что, идешь и мама не позаботилась о том, чтобы сделать запас еды на дорогу? Оставьте. Конечно, позаботилась. И объяснение такое, что тесто понесли не Бней и Сраэль, а тесто понес народ. Тесто понесли те египтяне, которые, возбужденные авторитетом Маше и всем происходящим, вышли вместе с еврейским народом. Вот они заранее не подготовились к исходу, и они понесли тесто с собой. Но я сейчас не об этом. Если мы говорим, что вот в пустыне испекли Мацот, и на семь дней у нас отрыв от египетской цивилизации. Это еще один аспект, почему ягненка надо запечь на открытом огне. Дело в том, что вареная пища это тоже достижение цивилизации. Достаточно высокой цивилизации и принципиально оседлой цивилизации. И мы об этом вспомним потом в пустыне, когда будем говорить Маше, мол, куда ты нас привел, тут, значит, есть нечего, все. А в Египте мы сидели у горшков с мясом. Именно у горшков с мясом. Не у шашлыков, не у чем-то таком, да, не у сковородок, а мы сидели у горшков с мясом, где вот из этого мяса варились вкусные супы, лучше его использовать, легче усваивать и все такое. Понятно, что кочевые народы, народ в путешествии, он как раз более склонен, если уж есть мясо, то обжарить его на огне, запечь на открытом огне. Почему? Ну, во-первых, в походе лишний котел это проблема, и во-вторых, что очень важно, если вы сварили горшок еды, да, вот суп какой-то, то вы его должны съесть сразу, мгновенно. вы не можете его с собой взять в дорогу, да, его надо съесть сразу, не только потому, что испортится, а просто разольется, и все это погибло. Мясо, запеченное на огне, разумеется, не в Песах, в Песах его надо съесть сразу, до наступления полуночи, до момента исхода, но вот запеченное мясо, во-первых, оно хранится, даже в условиях того климата, во-вторых, оно вполне транспортабельно, нет проблемы, что мы запекли мясо, и вот часть съели сейчас, а часть съели вечером, значит, когда-то или на следующий день. Так вот, так же, как маца в течение семи дней, это демонстрация разрыва с достижениями египетской цивилизации, так же карбан Песах, это демонстрация того, что мы вспоминаем о нашем кочевом пастушеском существовании, надо вспомнить, мы 230 лет жили в Египте, мы сидели у горшков с мясом, а теперь, будьте добры, вспомнить, что есть наш еврейский традиционный пастушеский путешествующий способ запекания мяса на огне. Вот о чем я хотел сказать, такие две заповеди мы получили еще до выхода из Египта, и обе эти заповеди направлены на подготовку к рождению народа с одной стороны, и чтобы мы кое-что проявили сами какую-то определенную свою смелость с другой стороны. Спасибо за внимание. Это у меня не получается поднять руку, вы извините, я хотела сделать важное исправление, доктор Ленин, может быть, по ошибке, он сказал, что мы будем приносить лепешки хлеба на жертвенник, на жертвенник, и вообще в храм никогда не приносят классной хлеб, в храме всегда есть хлебы, которые приносят шавуот, но их не заносит, в храм не приносят на жертву. Ну, так, все принято, виноват. Но на шаббат будем делать? На шаббат, пожалуйста. На шаббат можно? Все. Доктор Ленин, я правильно понял, что исход тогда получается это такой лех-леха, но уже на уровне народа, то есть отделение народа из народа, и поэтому весь вот этот ряд этих действий важен? Абсолютно точно, именно об этом я и говорил. Но вообще вот этот момент издевательства над предметами культа других религий, не знаю, как-то в современном мире вообще это звучит неполиткорректно, нет? То есть мы изучаем очень неполиткорректную историю, нет? Послушай, а уничтожить шхем это политкорректно? Ну, шхема вызови хороший пример, потому что по этому поводу есть разные мнения, но есть заповеди уничтожить, придя в Израиль, уничтожить Ашер, это все места подклонения и вообще все. Ты находишься в другой стране, ты находишься, сейчас на инох попрут и будут как бы рушить все, не дай Бог, православные церкви. Почему? Потому что это глаголопоклонство, что мы будем говорить. Они скажут, а, вот в Египте, смотри, они специально это делали, но мы тоже как бы постараемся. Нет, но между прочим, все-таки, давайте отметим, что рушить египетские храмы никто не призывал. Своего ягненка, да, в своем доме, вот, будем поступать так. Ну, смотри, в целом, в целом, я как бы, как ты понимаешь, не против традиции. Все совершенно замечательно, пасхальная года, как бы все, что мы даже капли вина за эти самые, за все казни, пятые и десятые. Да, да. Понимаешь, но вообще, так, честно говоря, в узком кругу, как мы сейчас здесь собрались, да, можно предположить, что вообще Всевышний мог бы найти другой способ для того, чтобы показать свою силу и власть в этом мире, кроме того, как издеваться над бедными египтянами, понимаешь. Я уж не говорю про ихних баранов. Я не говорю про ихних баранов. Да, ну, в Торе написано так. Я старался двигаться по тексту. Вообще, понимаешь, это вот зачем такой, вот ты сейчас посмотри, что я с ними сделаю. Вот стой и смотри, что я сейчас с ними буду. А сейчас я твоего бога буду резать. Да, 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 да. Ну, вот так. Наверное, не так уж и бедные были. Все-таки была эта мощная машина, Египет, которая уничтожала всех подряд. Да, а мы должны проявить свою еврейскую смелость и поступить так. Знаете, как в СССР человек должен был проявить свою еврейскую смелость. Это правильно. Подав заявление на выезд. Да? Это сто процентов. И это был некий рубеж, вот все, я еврей, там мое государство, прошу меня отпустить. И это было личное заявление смелости. А в Египте было вот такое личное заявление смелости. Да, сто процентов. И с этим я как бы согласен. Ну, я хотела подчеркнуть, ты говорила об этом, но это действительно так, что пасхальная жертва, она особенная среди прочих жертв. Она одновременная и общественная, и личная. Так, в принципе, у нас есть общественная жертва, ежедневная, там и многие другие. Карбантомит, он общественный. Ну, и еще есть много общественной жертвы. Много есть, да. Есть личные, когда я имя шла мим, то есть мирная жертва, или за какие-то грехи. А вот именно в пасхальной жертве сочетаются два аспекта. Личная и общественная. Да, абсолютно верно. Я за. Нет, это голоха, это я не говорю с точки зрения философии. Помимо философии есть еще такая голоха, что в ней два аспекта. Да? Окей. Эмиль тянет руку. Эмиль, пожалуйста. У нас немного времени мало осталось уже. Нам надо еще посмотреть. Эмиль знает всегда, что мы просим коротко сообщать. Но мы его слушаем с удовольствием. Пожалуйста. У меня такие вопросы возникли. То есть, если бы эти все заповеди были бы даны племени, то есть, в чем тут, так сказать, момент национального, в общем-то, мне кажется, он только начинается, может быть, здесь. Он продолжается потом, когда создается храм, создается войско и заканчивается только тогда, когда Израиль получает свою землю, потому что без земли нельзя говорить о народе, как бы, я считаю. То есть, чтобы вступить на международную арену, нужно обладать своей территорией. То есть, это конституция, храм, войско и земля, это также необходимые элементы для того, чтобы быть народом. Так мне кажется. То есть, это процесс, который начался, да, я согласен, что он начался с этих заповедей. Вот. Теперь, ну, насчет хлеба, это известно, что для хмидца это значит не упустить момента, как бы, да, так как переводится, да, то есть, надо было действовать очень быстро, с одной, то есть, не было возможности ждать, да, то есть, показывается, что это, это то, что мы и празднуем в Песах, что нельзя упускать моменты, когда все еще не дает возможность выйти на свободу, потому что потом, если этого не сделаешь, значит, будут проблемы. А насчет барашка, то тоже с кашрутом, мне кажется, связано, может быть, тоже, потому что не было времени, так сказать, кашировать это мясо, чтобы не было крови. самое надежное, это было его испечь, чтобы не есть крови, то есть, сейчас еще это завтра не дается, но, в принципе, это надо соблюдать было, как бы уже заранее, да, то есть, чтобы это душа, душа животного, даже тем более, что если это элит египетский, чтобы она не вошла в евреев, его надо было испечь, зажарить, как бы как следует, в общем, это у меня такие как бы дополнения, можно сказать. Окей. Гриш, да, мы слушаем, это, по-моему, твоя рука. Да, хотел добавить, мне все-таки кажется, что настоящее формирование народа начинается с того, когда он проявляет инициативу какую-то, вот, а первый момент такой инициативы, это когда они сказали на Асэвэ Нишма, вот, то есть, это все-таки пока еще только подготовка к формированию. Да, да, это начало движения. Конечно, это начало движения. Да. Да. Раф Штензальц, я помню, говорил, ну, так, у него была немножко негативная лекция про израильтян, вот, про израильское общество критическое, вот, и она называлась «Нет драйва». Вот должен быть драйв, понимаешь, а вот в Митраеме, в Египте, вот видно, что этот драйв начинается. Драйв именно от слова как бы ехать надо, грубо говоря, потому что вы ходили. Да, ехать надо. Не знаю, о чем вы говорите, но ехать надо. Ехать надо. Окей, мы плавно переходим к Андрею, правильно? Дорогой Андрей Альбин, мы готовы тебя выслушать. Хорошо. Я сегодня хочу попробовать новый формат, более близкий к тому, что называется хеврутой, потому что хеврутой – это когда люди приблизительно одного уровня вместе пытаются что-то выучить, помогая друг другу. Поэтому я предлагаю вместе разобрать текст, текст на иврите, я буду его с листа переводить на русский, и можно перебивать, поправлять, задавать вопросы и так далее. Я думаю, что наша задача не прочитать его до конца, а получить опыт совместной работы над текстом. Это Рафури Шерки, книга называется «350 слов», она составлена из статей Рафа Шерки, которые он писал по просьбе Рафа Горана для «Субботнего листка». И там было условие, что каждый текст должен быть не больше 350 слов, поэтому они так и называются. Там короткая статья на каждую недельную главу и на каждую автору. И вот здесь статья на автору главы Ибо, это пророк Ермияу, 46 глава, статья называется «Нахашаголь», «Круглый змей». Во вторе недельной главы Ибо уподобляет пророк Ермиягу Египет двум животным Телице и Нахашу, змею. «Телица прекрасная Египет», это цитата из Ирмияу. Также наемники его в его среде как тельцы упитанные. И третья цитата «Голос ее доносится как голос змея, голос Египта имеется в виду. уподобление Египта змею указывает на отношение этого народа к древнему змею, который ввел грех Адама. Змей в Ганедоне представляет собой разум, разум природный, извилистый, то есть как змей, в противоположности прямому, земной и умерщвляющей. То есть так я понимаю, что это идея из Маниту, нам не важно, что это животное, животное только символ. Он представляет собой некий разум, разум. И вот он описывает Равширке, что это за разум природный, извилистый, земной и умерщвляющий, в котором в самом по себе нет никакого зла. И вот здесь подчеркнуто, что это важно. Ведь наши мудрецы сказали, что Ецерара едет верхом на змея, а не является самим змеем. То есть сам змей не является Ецерара. Но, то есть в нем нет никакого зла, но он не имеет возможности возвыситься на моральный уровень, Ашир дуреш, который требует осознания свободы выбора. Да, да. Послушай, секунду, можно спросить, вот то, что здесь написано лейтромэм, подняться, это связано с тем, что наказание змея, что он ползает на животе, правильно? Да, да, то есть как раз вот здесь очень много параллелей именно с историей с Ганедомом, что он до того, как он разговаривал и так далее, мы можем допустить такое, что это был якобы человек, которого звали змей, и вот как раз Равманиту так и пишет, что это человек, но человек, который не имеет понятия о морали, почему бы не съесть от этого плода, когда он такой вкусный, мало ли кто что сказал, у него нет такого понятия, то есть это животный человек, чисто вот такое развитое животное, да, или гоминид, и после этого ему уже сказано, ты будешь ползать теперь на своем брюхе, да, опять же, ползать на брюхе, то есть он прилегает к земле, да, и он не может именно возвыситься, у него нет вот этой вертикали именно, о которой дальше тоже пойдет речь. По-моему, очень глубокий отрывок, может быть, есть еще какие-то замечания, да, но тут много всяких мыслей, я думаю, но давай дальше продвинемся. Египет, подобно змею, представляет собой великолепное усовершенствование данных природы, то есть природа что-то дала человеку, да, и египетская культура, она представляет собой великолепное использование всех этих данных, но нет в ней чего-то, что выходит за вот эти, за природу, за самые принципы природы. Нил, природная сила, великолепная природная сила, орошает, поет пустыню, пустынность пустыни, да, буквально. Да, бесплодность пустыни, да. Бесплодность пустыни, освобождая Египет от беспокойства о голоде и также от потребности в молитве. Мы помним, опять же, что в книге Берешит Всевышний говорит змею, ты будешь питаться прахом во все дни жизни своей. И задается вопрос, что это за проклятие, когда каждое живое существо вынуждено как-то искать себе пищу, прилагать усилия, а змее дается пищу то, что просто вот лежит под ногами. То, что есть в бесконечном количестве. И ответ дают такой, потому что Всевышний не хочет, чтобы змей молился, он не хочет слышать его голос, поэтому он дал ему бесконечное количество пищи. И вот это как раз египетская культура, которая, как мы знаем, она не зависит от дождя, и поэтому у них там всегда в достаточном количестве вода, еда, и поэтому они не молятся, у них такой потребности не возникает. это в противоположной земле Израиля, о которой сказано от дождя небесного будет пить воду. И она, земля Израиля, принуждает как бы человека к молитве и к моральному возвышению. Я думаю, амаскика это от слова зикук. Зикук это рафинирование, это когда нефть отделяют от примесей. То есть делают филу чистой, мезукак называется. Мезукак это очищенное от примесей. Нет, подожди, мезукак там же каф, а здесь от слова закук. Делает человека закук для фила. Батэ зикук? Я не знаю, надо писать зикук, по-моему, зикук с куфами пишется. Ну, хорошо, по-моему, мазкика. Как ты сказал мазкика? И филе от слова закук. Человек нуждается в молитве и она его делает мазкик. То есть делает его нуждающимся в молитве. Ну, окей. Не может быть. Может быть. Окей. Просто я так не встречал. Ну, может быть. Окей. Хорошо, мы ломались на мазкика и твилатону. Почему мазкика? Ну, очень может быть, что ты прав. Сабаба. И здесь мы видим противоположность вот эту земли Израиля и Египта, о которой там потом часто будет упоминать Тора, что эта земля не такая, как земля Египта, которой ты обрабатываешь ногами, добываешь воду, поднимая там вот эти орошающие каналы от Нила на более высокие части. Она питается от дождя, и поэтому человек там должен всегда смотреть на небо, в противоположность там вот этому змею, который стелется по земле, такая горизонталь, да, человек, живущий на земле Израиля, это вертикаль, наоборот, он смотрит не на Нил, он смотрит наверх, да, даст ли Господь дождь, чтобы дождь напоил землю, чтобы у меня был хлеб, а чтобы он дал дождь, я должен молиться, я должен морально возвышаться, как здесь написано, то есть это две противоположные такие принципиально земли. Я согласна, что Зиклук это требует, но я проверила, Зиклук очищение тоже через каф, так что Натан тоже в этом нет, это же тоже через куф, да, он так же пишется, но тем не менее, я не думаю, что здесь имеется в виду очищение. Египет не знает свободы вообще, ни свободы человека, ни свободы политической системы, ни свободы природы, и по этой причине не могли египетские колдуны в дни Йосефа допустить мысль об изменении принципов функционирования Египта, до того, чтобы настал голод. Еще одна история, когда приснился сон фараону, что тощие коровы съедают тучных, и смог его разгадать только Йосеф, а они не могли допустить, что может быть голод в той земле, которая зависит от природы, а природа она бесконечно самовосполняема. фараоны Египта помещали образ змея в место на которое мы накладываем головной твилин, чтобы указать на порабощение человека природе. Самое выдающееся свойство природы это ее цикличность, и это это же символизируется телицей копыта, которые имеют круглую форму. Натянуто, по-моему, нет, но красиво, но натянуто насчет круглых ног телицей, я чего-то такого не помню, хотя в детском хозяйстве не силен. Ну, хорошо, ладно. копыта, оно же круглый след, вот если след лошади, там ты встречаешься. А, кафрагло, на них называется, предположим. И это то, что называется образ быка, который ест траву. Это цитата из Таэлии, 106-й псалом, 20-й стих. Бык склоняет свою голову к земле, которая обеспечивает его пищей. Противоположность человеку, который возвышает, поднимает пищу к себе. Еще одна противоположность, бык, он как бы кланяется земле, которую дает ему пищу, точно так же, как и змей, он стелется по земле. Человек это вертикаль, он и смотрит на небо, и он, когда ест, он поднимает пищу на уровень своей головы. Противоположность змею заповедует Тора накладывать передней части головы квадратные ячейки, состоящие из прямых линий, которые... Да, но это Тфилин имеется в виду, понятное дело. Да, указывают на систему ценностей, которые есть вверх и низ, лестницу моральных ценностей. То есть Тфилин в противоположности вот этим кругам, которые и копыта, и змей, он состоит из 12 прямых линий, если брать У, эта фигура, которая не встречается в природе, это вот именно отрезок, чего не было в Египте. То есть там все было циклично и исход, он, собственно, являлся вот этим отрезком за границей вот этого круга. Как и мы говорим в Пасхальной Агаде, если бы не вышли, если бы не вывел Ашем отцов наших из Египта, мы бы там так и жили. Что значит так и жили, сколько тысяч лет прошло? А вот именно что не было времени, там была бесконечная цикличность и исход таким образом. Он сделал отрезок вот этот и дальше уже пошла история, дальше уже новый календарь, опять же, по которому теперь все живут и видят, что история как-то сменяется. Получается, что само вот это понятие истории как отрезка, оно возникло именно благодаря исходу. и его опять же символизирует тфелин, как один из таких противоположностей вот этой цикличной повторяющейся природной египетской системы. Да, вот это вот ботей от фелин, ячейки от фелина, буквально это слово дом, вот эта сама коробочка от фелина, она называется дом. Ботей от фелина включает в себя квинтэссенцию знания о раскрытии трансцендентного, нет, знания трансцендентного раскрытия, шебалидей, которая выражается крепкой руке исхода из Египта и из теснин, как бы из каких тяжелых положений, из ментальных и природных теснин, скажем так. Окей, я не очень понимаю это строение от фелина, но допустим, наверное, как бы Раву виднее. Имеется в виду шесть квадратной формы противоречия этому кругу. И оно как бы согласуется с тем, что изменением, которое произошло в Египте, что круг был разорван, и они вышли из него, что в общем совершенно нереально представлялось. Даже мне кажется, что в самих египетских казнях мы тоже можем ощутить вот это повторение бесконечно одной и той же схемы в тех или иных вариациях. Моше приходит к фараону, он ему обещает, он его высылает, он его не соглашает и так далее. Как бы такая бюрократическая может быть картина. Ты подаешь заявление на выезд, тебе присылают отказ, подожди, на выезд. Странно, Раф ничего не говорит про пирамиды. В глазах простых людей пирамиды сильнее всего олицетворяют Египет. Ну, окей, это я замечание на полях. Тоф. хорошо, давай продолжим дальше. А, кстати, в Торе же ведь тоже ничего не сказано про пирамиды. Странно, понимаешь, вот это странно, потому что, как бы, но пирамиды, по-моему, в глазах, не знаю, обычных людей, пирамиды именно символика Египта, понимаешь, а не там змей-тилиц. Но это я так, это я просто на полях заметил. Не знаю. Ты хочешь сказать, что они не круглые, да? В числе прочего, молодец, да, в числе прочего, как бы, что-то другая форма, на самом деле. Окей. Да, интересное замечание, не знаю, прям, что мне важно. Смотри, как бы, пирамидальность, скорее всего, пирамидальность больше всего выражает как бы пирамидальные структуры, то есть, как бы, внизу рабы, 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 окончаются тем, что стоит наверху. В каком-то смысле, как бы, Ле Авдиль прообраз Всевышнего, правильно, что наверху у тебя есть кто-то, и поэтому, как бы, Всевышний должен был сокрушить его, почему? Потому что это, как бы, очень напоминает, ну, скажем так, неправильное представление о божественном. Смотри, Рафбрад ничего не пишет, не знаю. А может быть, как раз здесь нет смысла говорить о пирамиде, или мы позже будем обсуждать? Пирамиды, по-моему, вообще нет. Нет, обсуждать я предоставлю. Пирамиды только остались за рамки, что делать? Да, да, это замечание на полях, слиха, если я увел. Окей. Нет, обсуждать я имею в виду читаемое. Нет, я предлагаю прямо сейчас обсуждать. врывайся по месту, мы потом не будем, как бы... А, хорошо. Вот смотрите, какая идея. Значит, вообще, вот если взять такую страну, которая живет полностью от природы, не молится, так сказать, ничего, то они должны были бы стать атеистами, по идее. Вот, но тем не менее, нет. Мы знаем, что всю египетскую цивилизацию волнует. Один вопрос, ради которого все их обряды и так далее, это как победить смерть. Им очень хочется стать бессмертными. Вот, и как раз выход в этом, они, решение этой проблемы, они ищут не в том, чтобы как-то духовно совершенствоваться, а именно в землю. Пирамиды, мумии, все одинаково, все на тысячелетие сохранить. Но мы в зале. То есть, типичный Нахаш, как раз, действительно, именно в землю, в прах. Консервация этого праха. Да. Ну, мы знаем это и знакомые нам системы. Послушай, а мавзолеи, что это не то же самое? Ну, это как бы то же самое, нет? Но все-таки не дошли до того, чтобы в прямом смысле молиться на мавзолеи. Но если мы возьмем египетских богов, просто тогда возникает вопрос, зачем бы им вообще понадобились какие-то боги, если они живут от природы, и все у них в порядке. Они бы должны быть атеистами. Вот, нет. Боги им нужны, но какие? Только такие, которые связаны с проблемой, как вечно жить, как преодолеть смерть. Получается очень интересно. Но, может быть, фараон, он и был самым главным в их системе, и религиозный тоже. Как случилось, что фараон умер, такова была его воля, да? Ну, вот, типа этого, да, бы сады. Решил всем на зло это сделать, наверное, так. Ну, хорошо, продолжим дальше, чуток. Ну, вообще, вот эти пирамиды, да, они выглядят там треугольными, но если поближе приглядеться, то они же ведь как раз, вот у них такие ступенчатые системы, как как раз и в мавзолее, да? И вот она выражает вот эту пирамидальную структуру Египта, да, где все были рабами, все были рабами там начальников, начальники, рабы и фараона, а у фараона у него на голове был змей, то есть символ природы, а он, в свою очередь, поклонялся природе, то есть мы видим на каких-то отрезках вот эту пирамидальную структуру, да, что все они поклоняются кому-то, но в конечном счете вот эта пирамида, она опять замыкается на землю, да, этот змей, он питается прахом, прах, он растет из земли. Более того, она замыкается на смерть, вся культура замыкается на смерть. Смерть и возрождение. Именно в смысле, ну, да, это самое, какой-то веры, какое-то возрождение, но в принципе, если взять самая известная книга, египетская книга мертвых, культура смерти противовес тому, что сказано выберить жизнь, правда? Я не знаю, какое у них, возрождение может быть там в смерти, но не в воскресенье, у них не было идей воскресенья. Возвращение к жизни или как бы, ну, мне так хочется. Окей, я не вошу сердца. Я предлагаю чуток продвинуться дальше, хорошо? Нет, но если, как бы, она была построена по природе, да, то в природе смерть не страшна, то есть там умирает зерно, из него вырастает дерево, там вся природа затихает зимой, потом она опять возрождается к жизни весной. Мне кажется, человек, который полностью вот слился с природой, он перестает бояться смерти, да, либо ему там можно навязать какую-то там идеологию, что ты будешь там где-то пребывать в загробных мирах, да, возможно, об этом как раз и писала книга мертвых, да, что там на самом деле не бойся смерти, там будет другая жизнь. Там, по-моему, поэтому и фараонов хоронили вместе со слугами, что он потом как бы, ну, не так, что воскреснет, но, наверное, опять будет живой, ему понадобятся слуги тоже. Ну, да. Давайте продвинемся чуть-чуть в чтение, нет? Да, у нас недостаточно знания о египетской мифологии, тогда мы будем читать оба шерп. Есть прокол. Ленты тфилина делаются из кожи тельца. Так, то, что они делаются из кожи тельца, это указывает на возвышение над тельцом, который теперь служит как помощник для содержания тфилина и как клей-шар, это как слуга, то есть тельц, которому они поклонялись, он теперь, они его режут, делают из него вот эти полоски тфилина, которые, по сути, своя противоположность вот этому принципу, который олицетворяет тельц. И также тфилин раши и тфилин а, но это самый последний абзац, который тфилин раши и тфилин рабэйну там, это два вида тфилина, они намекают на символы Египта. Археологические раскопки в Египте и обнаружили, ну как бы раскрыли. Да, раскрыли маску, посмертную маску фараона Тутанхамона и на лбу, который возвышался двойной символ орла и змея. И эти как бы близнецы, да, что ли, лефи? Ну да, эти парные фигуры, в смысле, два парных символа, как близнецы, да. согласно каббали, они соответствуют сферот бина и малхут, которые направлены, которые соответствуют нашему миру, видимо, змей нашему миру, да, орел, то есть, бина уламаба, грядущему миру. И вот эти два учения, да. И двум вот этим учениям наших раввинов, да, по теме твилины, раши, раши и раввину там. Ешбеках Адгамалии Корон. Так, в этом образе есть внутренний принцип, согласно Адгама, это в смысле пример. Есть пример, и в этом мы видим пример принципа, внутреннего принципа, в соответствии с которым Клипа, дальше Митраем, то, что ты говоришь, да? Да, Клипа, то есть Митраем, предшествует плоду, то есть Израилю. сто процентов. Отлично. Собственно, вся статья 350 слов. Очень интересно. Ты говорил, что это автора, нет, или я не понял? Это автора, да, во вторе упоминаются телец и змей. А автора из кого напомню, ты не помнишь, какой? А, вот написано Ермеялу 46. А, окей. Да, интересно. Вообще, большой вопрос, на самом деле, на который у меня нет как бы однозначного ответа, какая вот традиция, скажем так, подбора автород, которые являются отрывками из пророков к недельным разделам. То есть, по какому принципу их подбирали? Понимаешь? У нас есть такой, у нас есть такой комментарий, что говорится, что во времена гонений, когда были запрещены чтения тары, подбирали вместо отрывка из тары, то, что заповедано, параллельный какой-то или похожий чем-то отрывок из пророков, который где-то перекликается с ним. Действительно, почти всегда есть параллель какая-то. В данном случае говорится о Египте, о выходе из Египта, что соответствует выходу из Египта. Ну, и во многих случаях другие, там, песен дворы, там, соответствие песен на море по-моему, очень интересно, хотя опять, я прошу прощения, если я задеваю чьи-то чувства, у меня всегда такое впечатление, заранее извиняюсь, это какой-то типа кубик Рубика, то есть, ну, я не знаю, либо надо очень сильно въезжать для того, чтобы на одном дыхании это понимать, но вот, как бы, с одной стороны, дико интересно, да, дико интересно, мы можем сидеть, обсуждать и все, но, с другой стороны, такое впечатление, что это некоторые кубик Рубика, то есть, человек, который обладает экциклопедическими знаниями, как и Раф Шерки, да, вот он может очень быстро собрать любые концепции, которые для людей непросвещенных, я себя имею в виду, они выглядят одинаково удивительно, проботеть филин, то, сё, змей нахаж, ну, да, ну, как бы, выглядит красивая концепция, окей. На самом деле, я думаю, и не только это касается Раф Шерки, но вообще, всяких, начиная с талмудических дрошот и всяких сложных идей, которые нам тоже, если вникать в них, они тоже, кажется, как бы, то, что ты уподобил сейчас, кубик Рубика. составленные из нескольких, так сказать, мест, получается у тебя картина. На самом деле, я полагаю, я в это верю, что люди знают эту картину, они просто... они составляют этот пазл, чтобы тебе показать, как эта картина в данном случае работает, как она складывается. И принцип тут каббалистический довольно известный, устройство нашего мира, как мира, созданного из кругов и прямых линий, игуль, бейоши, икав. И что в каждом из них на самом деле есть какая-то святость, но просто так святость, заключенная в природе, в этом цикличности, в этой самой повторяемости, она, у нее нет возможности себя проявить. Хотя на самом деле задача человечества извлечь эту святость тоже, которая заключена в природе. И я думаю, что вот выход из Египта это один из примеров того, что из этой святости что-то можно извлечь. Из нее и самой выходит линия, и самой выходит продвижение вперед, другая идея. Хотя сам Египт остается в своих кругах. Ну, мне кажется, это понятно, да? Да, было бы интересно, было бы интересно, да, вот у нас же была замечательная женщина, египтолог, да, вопрос взять египтолога, который специалист по Египту и как бы посмотреть. Я, например, не был бы удивлен, да, я позволю себе сказать, я бы удивился, она сказала, да, не, ну, ребят, на чем вы говорите, в Египте это вообще все было не так, и пятое десятое. надо было действительно, есть вещи, которые вызывают сомнения с точки зрения исторической, на самом деле, мне кажется, Равшельке вряд ли можно в этом подозревать, потому что он действительно всесторонне образован, но некоторые вещи, которые, например, в Мидраша кажутся стопроцентными, когда ты начинаешь там копать, такого не было вообще, но в Мидраша он на самом деле не пытается быть исторически достоверным, он очень часто приходит, чтобы вырос с какой-то идеей, а вот у Равшельки я предполагаю, что таких нет, потому что если он какую-то идею про Египет говорит, то она проверена, я знаю, я много слышала, ну, сто процентов. Окей, ну хорошо, господа и дамы, мы подходим более-менее, завершаем наше сегодняшнее заседание пен-клуба, кто-то что-то еще хочет сказать? Наверное, есть есть Discovery там эти, чаннел, который можно посмотреть про Египет, мне как-то сейчас можно посмотреть про этих фараонах, сейчас раскопали много чего, просто, наверное, можно что-то и углубить. Это все, да, но конкретные вещи, например, про смысл вот этих пирамид, то, что мы спрашивали сейчас, насколько это может что-то и можно что-то выкопать, выкопать, можно. Можно спросить у Ильишева, да. Но в целом, мне кажется, в целом, мне кажется, такое революционное замечание, в целом, осмелюсь сказать, шина не важна, не историческая притянутость, не как это было на самом деле, важно только одно, помогать нам продвигаться в нужном управлении, либо нет, все, реально. на самом деле, я предполагаю, что в конечном итоге все должно сходиться, это не сходится где-то в дороге, там какие-то пазлы не всегда ложатся хорошо. Придет машина, ходит по полочкам, он нам объяснит, это точно. А пока мы это и в археологии, например, видим, когда там одно время археологические всякие раскопки давали совершенно нам такую картину, которая нам не нравится. Постепенно вдруг начинают обнаруживаться такие вещи, которые наоборот все время дополняют и говорят, мы находим булот, который там упоминает людей конкретных, упоминавшихся в Танахе. Да, конечно. То есть археологам тоже нужен машин, чтобы все расставить на свои места. Сто процентов. Постепенно, да. Я поэтому копаю. Не знаю, как в этом году, наверное, ничего уже не выйдет, к сожалению. Очень здорово копать на самом деле. Ну да, Лахфор называется на иврите, на иврите это слово. Да, да, да. Одна моя знакомая студентка, студентка археологии, я говорю, я не могу знакомиться с молодыми людьми. Почему? Они меня спрашивают, кто ты? Я говорю, я студентка археологии. А, хуферы. Я даже не знаю, по-русски хуфер это человек, который типа нудит, который очень долго что-то говорит. На иврите есть такой сленг, это очень распространенно, говорит, альтахфор. Да. Начинаем мне тут нудить на одну тему, например, да. Да, да, да. Поэтому она уже не может знакомиться с новыми людьми. Все начинают думать, что он первый придумал такую штуку. Да, да, да. Вот мы занимаемся хуферотом, это очень полезное занятие. Ну, хорошо, мы на этом заканчиваем. Правильное правило. По поводу помогают нам продвигаться или нет, хотел добавить, да. Зачем вообще здесь идет речь? Потому что в недельной главе, БО, да, в предыдущей недельной главе происходит разделение, выделение народа из народа, да. И, как мы сегодня говорили, издевательство над богами, но при этом мы на многих местах видим, что у каждого человека, египтянина или еврея, был выбор присоединиться тем, кто исходит или нет. И поэтому вот эта вот тряска, там, десять ударов и так далее, это такой период, когда мы должны понять, из чего мы отделяемся. И вот то, что мы сейчас выучили принципы Египта, да, это нам должно помочь, где мы видим вот эту цикличность в себе, в каких-то идеологиях, которые нас окружают, там, тот же мавзолей, да, вот это одно из проявлений египетской идеологии. То есть, вот выучить его, осознать, от чего отделиться. Да. И, конечно, надо правильно, правильно вспомнить, что, так как сказано в Пасхальной Агаде, при твоем выходе, и точно так же, как в Хануху, это я говорю, точно так же, как в Хануху, говорится, в те времена, в это время. То есть, все время есть такая штука, что то, что мы разбираем, имеет стопроцентное значение для нас. Мы не разбираем чисто исторические события. В этом отношении, в отличие от археологов, которые просто хоффрим, мы хоффрим на самом деле ментально, потому что это имеет смысл как бы для нас, а не просто составление некоторой каменной картины мира. Окей, я хотел только добавить, что если это ничему не противоречит, и собравшимся понравилось, мне лично очень понравилось, вот все понравилось, и в том числе, вот заключительный этап, как мы читали вместе, разбирали, мы предполагаем в ближайший Йом Хамиши четверг, это будет исход Тубешвата, начать вот в такой же рамке, изучать статью Рава Шерке из его книги Год Моэт, посвященную празднику Пури. Вот именно, очень похоже на ту рамку, которая была, поэтому все приглашаются. Окей, соответствующие объявления о линках, сисмоот и так дальше, они будут в дальнейшем. Хорошо, на этом заканчиваем. Оставайтесь с нами. Да, оставайтесь. Спасибо. Всем спасибо. 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 Всем счастливо. Пока, пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok